Никто не идет в гости к свельчанину, другу, однокласснику, соседу и так далее, кого-то обсуждать, гибать делать. Никто не идет, это надо быть глупцом просто. Никто, который в гибат попал, не номеровается делать гибат. Но часто шайтан обманывает нас как? Итак, если ты встречаешь своего брата, как минимум ты с ним политику обсуждаешь, потому что политика влияет на нашу жизнь. Там мир, война, кто победил, какие-то события значимые, ты их волей-неволей обсуждаешь. На работе, при встрече, за чаем. Часто, если это близкий человек, конечно, посторонний человек, наверное, не будешь обсуждать. Из событий мы переходим на личности. И сам не знаешь, из этого личности переходишь на другой личности, и потом, оказывается, мы уже кого-то обсуждаем. И самое интересное, шайтан нам подсказывает именно его нехорошую сторону качества рассказывать. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Всего один колодец в Африке поможет решить множество проблем местного населения. Первое – спасение от жажды. В сутки человеку необходимо потреблять около двух литров воды, и жители деревень проходят по несколько километров до ближайшего источника для утоления своих нужд. Второе – развитие земледелия. Даже небольшой колодец значительно расширит сельское хозяйство, которое является основой экономики в бедных странах. Третье – строительство домов. Доступ к воде сильно облегчает изготовление глиняных кирпичей, и сооружение более прочных домов проходит быстрее. Четвертое – соблюдение гигиены. Отсутствие чистой воды – основная причина эпидемии в Африке. Построив лишь один колодец, вы спасаете жизни людей и помогаете развитию страны. Фонд «Живое сердце». Вместе мы сделаем мир лучше. Вы знаете, просто вы в начале ислама, когда вы обучались намазу, Корану, какие-то дуа выучили. И вот в сегодняшний день вы ничего нового дуа не выучили. Вы на том же уровне. А есть какие-то прекрасные дуа, которые могут твои долги закрыть, помочь. Какой-то тебя от бед защитить, твою семью защитить, от шайтанов, инсов, джинов защитить. Есть, которые тебе могут огромную награду дать. Может, Аллах ответит на эту дуа, убережет тебя от адского огня. Но вы их не знаете. И поистинное знание приходит за счет заучивания. Не просто они с неба не падают. Вот надо на урок ходить, одну дуа выучил. Ты ходил 10 уроков, 10 дуа выучил. И в Аллахе на протяжении всей жизни ты их будешь делать. Если ты нормальный человек, конечно. Ты не должен выучить и оставить. Увидел полнолуние – есть дуа. Мой Господь и твой Господь – Аллах. Вышел из дома – есть дуа. Зашел в туалет – вышел – есть дуа. Вы знаете, сел на машину – есть дуа. Женой спишь – есть дуа. После еды – дуа. Везде есть дуа. Некоторые знают их, некоторые не знают. Некоторые часть знают. Другие часть не успели выучить. Или выучили – забыли. Выучите их. И таким образом ты у Аллаха будешь, испоминающего Аллаха постоянно. То есть ты постоянно зыкар. Ты не можешь Аллаха забыть. Почему? Потому что ты или ложишься спать, делаешь дуа. Посыпаешься, делаешь дуа. Постоянно дуа у нас идет. Даже с любого маджица ты встаешь, Аллаха поминаешь. И таким образом у Аллаха ты записываешь, как будто человек, который поминает Аллаха. И мы можем свидетельствовать за тебя, что ты постоянно дуа делал, постоянно Аллаха поминал. Уже поминающий Аллах – это… Вы знаете, что есть три категории этой дуни. То есть нормальные категории. Пророк Салам говорит, «Ад-дуния маль'уна» – «Этот свет, мир проклят». «Валь маль'уну ма фига» – «Все, что в нем тоже проклято». Кроме тех, кто обучается, обучает других и поминает Аллаха. Ты должен быть или закрывал Аллах, или Аллаха поминающий, или мутаалим, или муалим. И никогда не зазорно учиться. Я люблю эту историю рассказывать. Моего дедушки, родственник, двоих родных, по-моему, был ученым. Те коммунистические времена умеры. Он умер, у него остался брат младший. Он был муазином. У меня да, Азан кричал, но какое-то время он был муазином. Он взрослый человек, я его помню, и был молодым, умер он. Но рассказывают, что этот ученый, когда умер, его брат, младший брат увидел его во сне. И сказал он, «Что с тобой стало? Спасся ли ты? Обычно, когда твой близкий человек умирает, ты во сне первого поздравления спасся или нет? Нам это интересно». Я также своего друга, который Хафиза умер, я видел во сне, и я ему задавал, «Ты спасся?» Он сказал, «Да, альхамдуллах». Вот так это нам приходит в голову. И он говорит, «Что тебе помогло?» Он говорит, «Две вещи помогло». Я ночью таджит читал, не оставлял, сделал себе привычку. И второе, то, что я мучил. Потому что, как имам Шафия, рахмала говорит, после фарзов, самое, которое приближает к Аллаху поклонение, любимое поклонение, это требование знаний. Которые с Аллахом, братья, большинство проблем в обществе, в семье, из-за джахля, неведества. Какие-то вопросы, по сути, пророкство нам подсказал, как решать. Они легко решаются. Но ты это не знаешь, и ты там усугубил проблему. Сам не знаешь, ширк сделал, сам не знаешь, харам сделал, сам не знаешь, бидра сделал. Потому что ты по сути, как не знаешь. И люди запутываются в отношениях. Когда как, если ты будешь руководствоваться сунной, а как ты можешь руководствовать, у тебя и нет, ты его не учил. Человек, обучаясь, понимает, как правильно поклоняться Аллаху, как правильно отношения выстраивать. С каким хочет Аллах, чтобы тебя видеть. То есть те качества, которые в исламе Аллах хвалит в Уране, и пророк сказал, сам Сунне, мы должны эти качества впитывать. И все качества, которые Аллах ненавидит и не любит, мы должны от них избавляться. Вот наши изменения, которые от нас Аллах хочет. Тогда Аллах поменяет наше положение. Большинство людей не хотят меняться, не хотят соблюдать ислам, не хотят изучать Сунну. Ну, хотят, чтобы к какому-то старцу пришли, ему там 100 рублей, 500 рублей дали, ну, дуа сделай там. Ну, реши мою проблему, ахалай-махалай сделай. Даже не хочет углубляться проблему, как в чем проблему узнать, почему у него цихр, почему не можешь от шайтана избавиться, может быть, надо ему начать фарзу выполнять, аскары делать утром-вечером. Даже если этот человек сделал дуа, и джин убежит, что очень, очень сомнительно, так просто там дуа сделала, там джин не убегает, обычно на день читает, даже это огромная работа. Он вернется туда же. Почему? Потому что она вообще фарзу не выполняет, и хиджаб не одевает, аскары не делает. Даже он идет, другой придет. Это как проходной двор там будет. Очень важно, чтобы мусульман соблюдал аскары, чтобы он был защищен от шайтана и несоводжин. И в Аллахе, очень часто я семейные вопросы разбираю, очень много проблем джинам в людей попадается. У них цихр и делают, и влюбленные джинни сидят, и они зачастую очень устают уже от этой проблемы. Некоторые руки опускают и разводятся. Хотя она его любит, и он его любит, просто джин не дают им. Но джина, чтобы убрать, даже Аллах сделал так, что надо читать иногда долго, и бакару читать, и каждый день читать, и аскары делать. Вы знаете, что иногда человек после того, как избавляется от цихра, он понимает, что то, что Аллах ему дал такое испытание, казалось, это во благо. Почему? Потому что он пока месяц, два каждый день бакару читал, аскары делал, у него это становится привычкой. И он потом может продолжать в этом же духе. То, что раньше казалось ему немыслимым, два с половиной джуза бакару каждый день читать. Сейчас он пока лечился, он каждый день этим занимался, хотя бы на один джуз он может перейти, от двух с половиной джуза. А до этого он даже руки в Куран не брал. До этого аскаром он несерьезно относился. Иногда Аллах посылает ему такое испытание, и все члены семьи начинают серьезно к этому относиться, аскаром. И этот человек начинает уже бакару, Иисусу, Куран читать. Это иногда во благо оказывается. Но при условии, что они будут это читать, они будут это соблюдать, а не так, что за них кто-то другой будет. Многие хотят, чтобы другие за них делали. И так Аллах хочет, чтобы ты менялся, чтобы ты с ним отношения навадил, а не за тебя какой-то поп прощения будут просить или устаз. суфисты хотят, чтобы за них устаз спросил, чтобы устаз за них отвечал, устаз за них все вопросы решал. И так не работает это. Аллах хочет, чтобы ты менялся. И Аллах говорит, пока вы не поменяете себя, ваше положение не поменяется. Чтобы ты лучше читал Куран, больше учил Куран, больше жил по Курану, больше изучал Сунну, больше соблюдал Сунну, лучше относился к жене, лучше воспитал детей, больше избавлялся от своих недостатков, сказал, вот что Аллах от нас хочет. А не так, чтобы ты жил обычной жизнью, потом устазу пошел, он ахалай-махалай, тебе прощай, ты рабито сделал, очистил сердце. Какие-то сами придумали ерунду какую-то. Это так не делается. Одно из прекрасных описаний ислама, что нам не нужны посредники, не нужны попы, которые ему грехи свои рассказывают, что он тебе потом прощает. Ты можешь сделать очень скверный амал, просто сорваться, шайтан тебе наушение сделал. Но Аллах тебе спрятал твой грех. И ты искренне покаешься, Аллах тебе прощает твои грехи. И не нужно позориться, не нужно кому-то делиться с этим. Аллах, это милость Аллаха тебе спрятал и дал тебе шанс исправить это, больше не возвращаться к этому. И это плохое деяние хорошим заменить. Как Аллах сказал в Коране, поистине, благие дела стирают дурные дела. Вот если где-то ты срываешься, где-то у тебя есть слабости, ты должен за счет других больших, благих, хороших дела делать, чтобы это стиралось. Потихоньку, чтобы те характеры в жизни, программы своего дня, больше благих дел появлялось, и поклонений, чем какие-то дурные привычки. Вот что от нас Аллах хочет. И каждый из вас сейчас может поменять, улучшить положение умы, тем, что он улучшит себя. Потом улучшит свою семью, и потом будет исправлять на уровне родственников. Не нужно брать на себя большие масштабные темы. Если мы не можем в нашей республике ситуацию исправить, то мы не можем и Палестину, и Куста освободить. Если Куста не можем освободить, то и халифат весь восстановить тоже не можем. Все начинается с тебя внутри, в семье, общество вокруг тебя, на уровне республики, и так дальше. Но мы всегда любим масштабно разговаривать сразу о халифатах, больших проектах. То, что мы даже представления не имеем, как это сделать. Большинство из нас никто не имеет представления, как построить халифат. Мы не понимаем даже исламскую политику. Мы не знаем международную политику, как это все происходит. Просто мы где-то с интернета какую-то информацию засчитываем, но как это строится, на чем это строится, как это исправляется, как это улучшается, эти механизмы, у нас нет знаний. И зачастую нам надо изучать. Если 100 лет Агл-Усуна ни одно государство не построили, это очень плохо. Нам надо изучать, нам нужны специалисты по всем сферам, и экономики, и политики, и инженеры, и врачи, и ученые, и так далее. Не может быть, чтобы Агл-Усуна с этим автоматчиком были. Революционер-автоматчик, он сделал революцию, повоевал и ушел. Из-за него уже другие люди государство строят. И там же он остается чуждым, он там же ненужным остается. После войны, ему говорят, уезжай, ты нам здесь не нужен, ты слишком радикальный, ты слишком, как сказать, максимализм у тебя слишком развит. А тут мы так не можем. Мы становимся в этом обществе чуждым, если мы так подходим. Так нельзя подходить. Нужно, чтобы мы интегрировались в общество и внутри общества меняли. Чтобы общество хотело жить по шариату, по суньи. Чтобы мы им показали свой пример. Например, один брат, моего брата, друг был, он жил очень скверной жизнью, обычная, как блатные живут, а наша там, так далее, вся джаэльская жизнь. Когда он покаялся, конечно, были против ее опять суфисты родители. Пытались гнобить его. Но он показал, что ночью встает, агаджуд читает. Маме очень хорошо. Как бы мама ей грубо не разговаривала, он с ней мягко разговаривал. Начал, стал послушным. Ну, анархисты же, анархисты, они же вообще не слушают никого, никого не чувствуют, никого не уважают. А тут он стал послушным, помогает маме, заботится о ней, нравственность поменялась, поклонение, видите, она больше, чем любых суфистов, но ночью агаджуд выстаивает. Избавился от друзей, мама сама стала агрусунна. Она начала уважать и любить, и все исправилось. Поэтому, говорю, исправление начинает с нас. Если мы красивый пример показываем, не так, что ты стал агрусунна, начал высокомерно становиться, и матери там никого не слушают, это мне не авторитет. Хорошее отношение меняет сердца людей, меняет отношение людей. Правильно, красивым нравом. И пророк, саламу алейкум, в известном хадисе говорит, сейчас я вам прочитаю ее. Аджабира ибн Абдиллях, радия Аллаху анухма хадис, иннамин ахаббикум илляйя ва акраббикум минни маджлисан самый любимый из вас для меня и самый близкий, кто ко мне будет в сегодняшний день, яума аль-кияма. Ахасинникум ахлякан самый нравственный из вас. У кого самый красивый нрав, он будет ближе всего к пророку, саламу в сегодняшний день, и он будет самым любимым для посланника Аллаха, саламу анухма хадис, ва инна абгадакум илляйя самый ненавистный пророк будет и самый далекий маджлисан, который будет сидеть от пророка, тот, у кого сарцаруна, первое, болтливые, потом хвостливые, и третье, муташаддикуна, разгольствующие, то есть пафосно разговаривающие, громкие, речи, лозунгами разговариваем, иншалла, сумна, таухид, братья, и у единства, а потом, когда надо единиться, когда надо вместе с братьями быть, его нету. Есть братья, которые в интернете говорят, братья, Кавказ, таухид, шариат, иншалла, машалла, мы их зовем объединиться, все джаматы, его нет. Там, в ютубе, он всех объединяет, в интернете, когда надо реально с джаматом сесть, все вопросы решить, простить, быть вместе, его ни одного маджлиса нет. И после этого, он вот это видео говорит, иншалла, братья вместе. Как это вместе, Тебя нет ни в одном маджлисе. Это очень красивые лозунги для тех, кто тебя не видит, чем ты занимаешься. На самом деле, это пафосные слова, которые громкие, которые за ним ничего нет. Ты никого не объединяешь. Ты зовешь, объединяются под тебя и вокруг тебя. Но так не объединяются мусульмане. Если ты уважаешь других, то от каждого джамата представителей, и каждый имеет свое слово, и мы сами выбираем старшего, и правила так сделаем, а не так, что ты идите подо мной и потом так объединяйтесь. Так не работает. И поэтому большинство не могло объединиться. Ни в Европе, ни в Турции. За это были проблемы. Когда мы начали делегировать от каждого джамата и друг друга выслушивать, аль-хамблилэ, получилось объединиться. Это один из уроков, один из плодов этого объединения. Те люди, которые между собой не разговаривали, салам не давали, аль-хамблилэ, за стол сели, по рукам дали, простили, забыли, начали думать, как шариатские системы выстраивать, чтобы у нас были между собой вопросы по шариату решали, уроки делали, хутбы делали. Вот это, аль-хамблилэ, это плоды объединения мусульман и джамат. Но Аллах не любит тех, кто такие громкие речи говорит. За ним ничего нет. И Аллах не любит болтливых людей. Как пророк салам сказал, самые далекие от пророка салам будут и самые ненавистные кто будут, болтуны, хвостуны. Вот это понты, которые у нас на Кавказе очень любят. Понты бывают, хвостуны же это. Подчеркивают, что у меня есть брендовая одежда, какая-то тачка хорошая там. Это хвостун, это пророк салам, он будет самый далекий от пророка, самый ненавистный пророк. Хватает тебе быть несчастным человеком, что за твое хвастовство и болтовню, что ты будешь ненавистнее пророку. И когда все будут стараться быть ближе к пророку, ты будешь самым дальше. Три вещи, что мы сказали, чтобы поменяться. Первое, это желание. Вот сейчас я вам это говорю, чтобы у вас желание появилось поменяться. Желание поменяться должно, мотивация. Без мотивации нет действий. Желание, мотивация, в первую очередь нужно, чтобы человек поменялся. Если твоему сыну он сам не хочет стать чемпионом, спортсменом, хафизом, нет желания у него. Его сделать хафизом очень сложно. За уши его тянуть. Если у человека само желание есть, он меняется. Он сам ищет учителя, сам ищет время свободное, учит и так далее. То есть мотивация, желание, это очень важно. Второе, человек хочет меняться. Но как меняться? Какую сторону меняться? Что является хорошим, что является плохим? Что Аллах любит, чтобы я каким был? Какое качество Аллах не любит? Это через знания нужны. Ты узнал в хадисе, что Аллах не любит болтливых людей, и ты начинаешь работать над собой, чтобы ты не болтал. Элементарная подсказка, как Абубакр камень в рот ставил, чтобы лишнее не болтать. Камень, который в рот ставил, я никого не видел за свою жизнь, пока я практикую, честно говоря. я вам честно говорю, никого не видел, но я знаю действенный метод, который я испробовал сам. Если ты садишься со своими сельчанами, друзьями детства, у вас круг общения большой, друг друга многие знают, уберечь свой язык от рыбата очень сложно. Я просто эту формулу выработал. Я тогда общался с арабами, которые мы знаем друг друга только, или третьего человека, больше друг друга не знаем. Тогда нет возможности обсуждать людей, общих знакомых. Никто не идет в гости к сельчанину, другу, однокласснику, соседу и так далее, кого-то обсуждать, рыбать делать. Никто не идет, это надо быть глупцом просто. Никто, который в рыбат попал, не намеревается делать рыбат. Но часто шайтан обманывает нас как? Если ты встречаешь своего брата, как минимум ты с ним политику обсуждаешь, потому что политика влияет на нашу жизнь. Там мир, война, кто победил, какие-то события ты их волей-неволей обсуждаешь. На работе, при встрече, за чаем. Часто, если это близкий человек, посторонний человек не будешь обсуждать. Из событий мы переходим на личности. И сам не знаешь этого личности, переходим на другую личность и потом оказываемся мы уже кого-то обсуждаем. Начинается с событий, а в событии есть главные герои. От героя переходим и так далее, сам не понимая, уже какую-то личность мы обсуждаем. И самое интересное, шайтан нам подсказывает именно его нехорошую сторону качества рассказывать. Ты о нем хорошее тоже знаешь, но никто хорошее не упоминает. Все упоминают одно-две недостатки, которые в нем есть. Так у него 10-20 других благодействий, хороших вещей есть. Начинается с чего-то от другого, заканчивается загибата. Из этого можно сказать, ты стоишь тебе на душе неприятно, пакостно, как будто ты мертвичную силу. Это же очень самый такой пример, который отторгает человека сердце. Аллах так связывает твой брата, мясо кушает мертвого. И это грех, который мало кто из мусульман спасается. Я давно над этим думал, в начале еще, когда учился в институте, я единственный нашел выход, когда ты, во-первых, с такими людьми, с которыми много свободного времени не общаешься, только с теми людьми, с которыми работаешь, и у тебя дела и проектов много обсуждать. Второе, ты не садишься в такие маджлисы, которые я сказал, большие круги общения, редкие маджлисы, чтобы ты успел только в события, какие-то наличные, если у нас времени даже не хватило. Маджлисы укоротят, большой круг общения, у кого тоже редко ходят гости, если гости пошут долго не сидеть, обычно на втором часе, третьем часе маджлисы идет. Первую часть уже времени не бывает, кушают, общаются, чай пьют, встречаться, общаться с людьми, которые мало у тебя общих знакомых, чтобы ты не обсудил. Третье, долго не засиживаться. Четвертое, мы говорили, например, братьям, давайте мы сделаем привычку, у тебя есть книга, там, сады, премьер, возьмите, открой, ты один хадис читай, ты один хадис читай, по одному хадису почитаем, и нам напоминание будет, это маджлис будет, поминание Аллаха. Попробуйте кто-то из вас это сделать, и сделать это привычкой. В Аллахе огромное благо будет, вы почувствуете изменение в своей жизни. Не общайтесь с людьми, которые просто, у них много свободного времени и болтовнью занимаются, они твой эфир тоже занимают, они тебе заразу, болезнь тоже заражают, и в конце концов ты не меняешься в лучшую сторону, ты не приближаешься к Аллаху, и в конце концов ты еще и багаж грехов себе набираешь. Братья, в Аллахе это просто шайтан, сразу входит в маджлисы, если вы не поминаете Аллаха, если вы не делаете эти причины. Вот элементарно это простое домашнее задание, которое я вам даю, поработайте над этим, чтобы вы меньше встречались с братьями, которые не приближают вас к Аллаху, не дают вам насыха правильное, не общайтесь с такими людьми. Если нужно, то короткие маджлисы, чтобы вы не успели даже перейти на такие темы и уходите. Если видите, что эта тема к этому идет, вытащите книгу, даже в интернете откройте, 40 хадисов набейте по исковике, почитайте один-два хадиса. Это маджлис будет поминание Аллаха. И перед выходом, конечно, субханакаллама и хамдикат, дуа, который от маджлиса, чтобы очиститься. Это вот это самое простое изменение, которое мусульманин должен над собой работать. Не будьте теми людьми, которые сдались уже. Все, невозможно от рыбата уберечься, все уже, на лопатку шайда нас поставил, не сдавайтесь. Если есть у вас желание, есть знание, что это харам, что Аллах не любит такое, оставьте. Если вы знаете, что Аллах такое любит и пророк словом так все равно делал, держитесь. Я сказал, два раката добавь. Тем ратибатам, которые ты читаешь, два раката накинь и преврати ее в привычку. Как длуха намаз, пока ветер не читал, не засыпай. Со временем у тебя уже поклонение увеличивается. Со временем тебе хадисы начнешь читать, ты больше хадисов знаешь. Еще, братья, те, которые уже сейчас возраст, как в моем, мне сейчас 42, чуть ниже, которые 10 лет вы с вами. Вы же вначале читали эти книги, Сады правят, другие, многие книги, вначале такой захлеб читают книги, какой-то уровень набирают и застой происходит. Заново читайте эти книги. Кроме с Аллахом вы уже по-другому их читаете, по-другому их понимаете, она по-другому в сердце заходит. Когда молодой человек читает, он по-другому понимает, юноша по-другому понимает, а взрослый человек, он начинает сопоставляться своими событиями жизни, людьми, ситуациями, он вообще по-другому переосмысливает эти знания. Это сам вижу. То, что я раньше читал и сейчас читал, я по-все по-другому понимаю. Поэтому нужно по второму кругу пройтись. Делайте привычку день читать 5-10 страниц. За 10 дней это 100 страниц, за месяц 300 страниц хотя бы месяц одну книгу прочитал. Год 12 книг. Я уже с тобой общаюсь, через год встретился, этот уже Рустам, уже другой человек. Это не тот Рустам, который знал, он уже 12 книг прочитал на разные темы полезные. У него уже интеллектуальный запас увеличился, знание ислама увеличился, чуть-чуть поклонения уже больше соблюдает. Лишнее болтовни у него бралось. Аль-Хамбдулла, уже интересно мне. Через год встречается еще 12 книг. Вот такой человек развитие. К старости, когда у тебя седые волосы, ты дедушка, тебе есть внукам рассказать хадисы, знания, мудрость, передать им. Но если ты пустой был и пустой остался, 20 лет прошло, ничего туда, эта корзина не закидывалась, никакой мудрости у тебя не бывает. Старый просто болтун, пустоголовый, никакой мудрости. И на всякую ерунду говорят, вместо того, чтобы сумму тебе мудрость учить, они говорят, какие-то там предки говорили, если так не сделаешь, там будет что-то там, которое абсолютно и сам ничего не потроит. Мне говорят, я женюсь, например, у меня дети рождаются, мне старец говорит, близкий, там предки говорили, как кто-то сказал, если там детстве детей воспитывают, это, короче, как будто щене там остатки еды давать, вот так, кормить их. Оказывается, проблема начинается, когда дети взрослеют. Эту притчу мне рассказывают, чтобы я детей больше не рожал. Я говорю, ничего, что пророк словом говорил, женитесь и размножайтесь, что я сегодня буду гордиться своей умой. Не пророка слушать, или этого какого-то предка, какого-то старика, который какой-то, ну, видимо, дочку видел замуж, она развелась, сына женила, они развелись, ну, у него головняки начались, родственники, фитнес, скандалы, и он как бы за голову хватился, сказал, в детстве их воспитывается, это была мелочь, а когда взрослеют, проблемы начинаются. Потом я этому родственнику говорю, ладно, хорошо, а эти проблемы решились, он женил эту дочку, развелась, ну, потом опять вышла замуж, у него семья наладилась, этот сын тоже женился, тоже наладилась, это же проблема, не остается этой проблемой, а дальше дает выход. Но хадисы, и то, что нам завершал пророк, это же ценность, это же мудрость, а не то, что там этот старик сказал, когда начались проблемы, зачем мне это надо было, как бы. Ты этим притчей приводишь, ровно противоположно с сунной, которую нам пророк, что он завершал. Ничего это, а ты сам соблюдающий старец. Поэтому человек, у которого нет знаний, нет знаний сунной, нет у него мудрости. То есть, и жизненный опыт есть, он знает, если вот так, вот так делать, будет нехороший результат в каком-то деле, в делах. Но если она соединяется с пониманием акредии сунной, это совсем другой уровень становится. Согласны ли вы? Многие старцы есть, которые жизнь видели, соблюдают, но талхид не понимают. И нету глубины, нету, субханалвы. Талхид такая простая вещь, и когда люди не понимают ее, у них все надежды, талаккуль, упование, все на этих шейхов связано, они в этом ушли, из тихо, сах, дуа, мертвым, вся надежда на них. Какую мудрость у этого человека может быть? Аллахи просто шейтан над ним поиздевался. Он просто столько времени зря теряет, взывая к этим мертвым, взывая, надеясь на них, как считаю, ты их стену просишь. Мертвый человек тебе не может, он живой даже не мог тебе помочь. Эти проблемы он живым не мог решить тебе. Там детей, хотя там не получается, шейху мертвого просят. Ну, какие-то долги закрыть. Он живой, эти долги тебе не мог закрыть. И живой тебе ребенка тоже не мог дать. Мертвый как тебе даст? Живой тоже так не было, что ты к ним приходил, он делал дуа, и теперь ты беременела там. А что случилось после смерти? Наоборот, после смерти суперменом стал что-то. Что случилось? Эти все старики на это надеются, это же глупость какая-то. Где мудрость там? Там мудрости даже, запаха нет. Когда Аллах сказал в Коране, когда они говорят, им сказали, ну, поклоняйтесь, вызывайте только Аллаху, они говорят, ну, мы нашли на этом наших предков, они говорят. Так же мушники сказали, курайшиты. Аллах сказал, они разве не разумеют? То есть, если они уйдут от Стиага, вы тоже за ним пойдете, что ли? Религия, не наши предки принесли нам. Религию принес пророк, саламу асламу. Наши предки, это люди. Они были, иногда ошибались, иногда были правы. Кто-то из них был более мудрый, соблюдающий, кто-то был глупый, не соблюдающий. И мы не можем у них брать религию. Религию нам пришло от пророка саламу. Эти ученые нам передали, мы первоисточникам должны возвращаться. Потому что религия, похорон в одном районе Чечни по одному делают. Там где-то юждаги у нас в Дагестане по-другому хоронят, с северным Дагестаном по-другому хоронят. Даже по разным соседним селам по-разному хоронят. А религия одна, и сунна одна. Почему так получается? Потому что каждый человек от себя что-то добавляет. Я слушаю даже в каком-то районе в Дагестане, где много джагелей, прямо на могиле водку выпивают, как русские. Просто от них скопировали. Пророк салам сказал же, что вы будете за ним следовать. Вслед за след. Даже если ящерцы наружу зайдут, за ним зайдут. Просто скопировали. А откуда 40 дней взяли? Нету никаких таких хадисов. Пророк салам, когда Хамзо умер, или свою дочку похоронил, через 40 дней приходил, какую-то там еду готовил, что ли, маджлисы делал, что ли. Не было такой, а он же хоронил своих близких. Нету такой суммы. Просто у христиан скопировали. Неделя, 40 дней, годовщина. Просто копипаст. Пророк говорил, что вы будете за ним следовать. Во всем. Вот они следуют. И в одежде, в моде, в общении, эти же психологи, эти же феминистки. Откуда все это взято? Просто от кафиров, от христиан, от иудеев. Полностью даже общение, психология, одежда, поведение, поклонение, все копируется. Чтобы мы знали, как меняться, у нас должны быть правильные знания. Желание, знание, и третье, сила воли. Мы большинство начинаем учить Куран, начинаем читать книги. И вот начинаем, несколько стран читаем, и она там же стоит пылица. Ходим, начинаем ходить в спортзал, недели две, и там спортзал остался. Чтобы реально менять, надо привычку превращать. А для этого нужно сила воли. Нужен характер. В 224 году Хиджири родился. Абарей, вы знаете, самый крутой, это все написано. Самый большой. Тамат Абарей. И все муфастеры, толкователи Корана, на него ссылаются. И он имам в этом. То есть, самое большое, развернутое толкование Корана у Табары. А Куртуби и другие, те, кто ниже, они на него ссылаются. Для них это авторитет, это имам. И в тарихе, истории ислама, общей историей, он считается самым авторитетным. И в Тафсире самым авторитетным. Однажды он приходит и говорит своим ученикам, вот так ученики сидят, говорят, если я начну со времен Адама, алейсалям, историю писать, и вам буду диктовать, а вы будете писать, сможете за мной это делать? Он говорит, сколько страниц? Он говорит, 30 тысяч страниц. Он говорит, нет, нашей жизни не хватит столько, чтобы записать. Мы умрем, пока это закончится. Он говорит, «Субханаллах, умерла, сила воли, не осталось у людей силы воли, он вообще недоволен ими. 30 тысяч страниц, это сколько томов? 300, вот это примерно книга бывает, 300, 400 страниц, наверное, вот 330 страниц. 30 тысяч страниц, говорит, истории писать. Это только история, у него еще Тафсир. Он говорит, нет, мы не сможем, ну и вообще даже столько не проживем. А раньше писать, это не сейчас же, ручки, там А4 пачку купил, там сколько хочешь пиши. И ручек там копейки стоит. Это тушь, это ручка, это бумага, какая дорогая была. 30 страниц себе, только купить, кто себе мог позволить. Имама Шафии, рахмаллах, когда он в детстве изучал, у него дом, половина дома была, даже вот эта лопатка, которая кость бывает, которая у животных, на них написана была. Пальмовый ветер на них написана, не было бумаги. И поэтому ему надо было головой учить. Он потом, Муата, Имама Малика, книгу за 9 ночей полностью не изучил. Вот такая книга. За 9 ночей полностью не изучил. Негде было писать. 30 тысяч страниц готовы. Говорят, нет, мы умрем, пока мы напишем. И он сказал, хорошо, 3 тысячи страниц. И он 3 тысячи страниц и Тафсир, и Тарих, он оставил эти две книги. То есть, чтобы у него это знание взять и мне, чтобы такая книга была, мне надо было 3 тысячи страниц написать. Это только считаю, у меня копия книги осталась. Он как бы сравнивает. Дальше передать. Сейчас это мы можем купить. Сейчас она стоит, наверное, 200 долларов, как минимум, чтобы это все тома взять. Хорошая. русская. Кто их читать будет? Скажите мне сейчас 12-13 томов книги. Кого химма хватит? Сейчас Джававейн Тафсир, вот такая книга, ее читают. Тафсир Саады, Кулио, перевод. Не всех хватает силы воли прочитать. Каких там тысяч страниц, какие там 20 томов. Вот так сила воли теряется, теряется, химмы нет уже. Люди просто на урок прийти не делают, один раз это целое усилие над собой делают. Но если у вас к знаниям тяги нету, то и силы воли нету, и желания нету, это вам Курту Бинамин на таборе что сказал, я не знаю, если 3000 страниц писать уже, считай, слабакам он это сделал, а 30000 хотел. Нам надо над собой работу брать. Три вещи я сказал, желание, правильное знание, то есть какое направление надо меняться, что оставлять, над чем работать. И третье, мы должны на свои силы воли работать. Элементарно утренном намаз вы ставите за счет силы воли. Ваш иман, вера, что Аллах от нас хочет, что это оставит намаз, это какой большой грех, он тебе дает силу воли, химма. Ты над собой усилий делаешь, встаешь, вот так же твои знания, что Аллах любит поклонение. Вот хадис, в котором говорится о знаниях. Вот сюда вы приходите, я пример приводил раньше тоже, когда дорогих гостей для страны встречают, у трапа самолета стрелят красивый красный ковер, длинный. По две стороны кто становится самыми уважаемыми люди страны, начиная с президента, министров, генералов, оркестр, офицеры, постойки смирно, так же это делается. Так встречают высокопоставленных лиц в странах. Уважаемые, братья, каждый из вас может быть таким человеком намного достойнее, чем этот человек. Когда человек из дома выходит требовать знания ислама, в хадисе пришло, что ангелы крылья им расстевают, с двух сторон становятся и крылья расстевают. Уважаемые, это хадис достоверный, и мы должны верить в это. Если ты знаешь, брат, сейчас есть урок, я могу туда пойти, я могу дома зависать в ютубе или дома с семьей детьми играться. Вот если ты знал бы, что от твоего дома до этого мечети есть ангелы, которые с двух сторон тебя крылья расстевают и ждут, пока ты выйдешь, ты смог бы дома остаться? Если ты веришь в этот хадис и ты знаешь, что тебя ждут, ты можешь остаться дома? Если ты знал бы, что там самые дорогие люди в стране по две стороны построились и ждут, пока ты выйдешь с самолета, ты сидел бы в самолете? Подожди, да, что это? Никто не сидел бы дома, он видел бы ангела, кранусь Аллахом, выходил бы и шел бы тут. Он вообще по-другому к знаниям относился бы. Раз так ангел уважает людей, которые требуют знаний, значит, я такой почетный человек, я могу такую почет у Аллаха получить. Почему я его пускаю? Я читал над джином, больной женой, у меня джин был, когда этот джин уже потом ислам принял и начал меня дураком называть. А по-моему, ты дурак, говорит он. Я говорю, в чем проблема? Он говорит, ты почему, мечеть, пять намазов не читаешь? Я говорю, просто я из дома выхожу, эти африканцы, бедняки, нигерийцы, они полностью оккупировали мой дом, я стесняюсь выходить, я всем раздавать и не хватает, и не давать не могу, и давать не могу. Каждый раз даю, они еще больше и больше становятся, и мне загнали дом уже. Я уже только в офисе дома намаз читал с джаматом с сотрудниками. И из дома выезжал прямо на машине, прям в пустыню, чтобы, ну, не выходя. Мне внутри гложет это и в то же время просто перед этими людьми стыдно мне не давать. На самом деле мне эти работники говорят, обума, не давай, мы же в деревнях раздаем, не приучай их, они потом других завод, других завод, уже сосед ментов вызвал, жаловаться начали, они не дают даже проехать, полный людей. Старший брат однажды, помидоры у нас чуть больше было, если раздавать нечего, помидоры хотя бы дадим, пошел туда, вытащил помидоры, разорвали пакет, ничего не осталось от него. Вот такой ситуации каждый раз, пять раз через них проходить очень неудобно, и в конце концов я уже пришел к тому, что мы с жамаатом работниками вместе намаз в офисе читаем. Этот ангел, этот джин говорит, ты почему, намаз пятный, тебя там ангелы ждут в мечети, даже мусульмане джины ждут, а я там имамом становился тоже. Ты почему, говорит, туда не идешь? Я говорю, вот это отмазку ему говорю, он говорит, ты не давай, один раз, два раз, они понимают, что ты не даешь, им придется уйти. Просто когда ты даешь, они надеются и дальше, дальше новых зовут и так получают. Ты на первое время не давай, они уйдут, ничего страшного. Ты должен намаз, там ангелы тебя ждут, говорит. Представь, они джины видят ангела, мы-то не видим, они видят. Я говорю, ты такой умный, меня дураком называешь, если ты это ангела видел и может Аллаха видел, ты почему-то сам не принял? Нам говорят, когда джин колдовство делает, нас отправляют с заданием, мы просто боимся осуществиться этого старшего джина, он нас сразу убивает, мучительно убивает. Они-то могут тысячи лет жить и не хотят умирать. Они просто, вот солдаты бывают, нам командир приказал и мы выполняем. Приказы выполняются, не обсуждаются в таком формате, короче. Он, когда он начал умирать, начал только Ислам потом принял. Он спастись хотел. Я говорю, ты в аду гореть будешь, и здесь сейчас тоже сгоришь от Корана. Ахамдуля принял Ислам, он вышел, он говорит, просто, ты дурак просто, зачем тебе ангелы ждут, ты дома сидишь, нам отчитаешь. В Аллахе просто мне самому стыдно стало. Ты же все знаешь, что ты меня спрашиваешь? Я начал, ты сам просто правильно это соблюдай, и у тебя все будет нормально. Ну, там они вас ждут, а ты дома нам отчитаешь. Как это? Поэтому ангелы вам расстилают и дорогу так вот стелят, а вы дома сидите. Как это? Вы можете на уроки не ходить. Братья, вспомните это, сделайте правильное намерение. Если мы стабильно уроки будем делать, я думаю, здесь зал полный будет. Потому что мы все нуждаемся в знаниях, мы все нуждаемся в этой награде, мы все хотим быть почетом у Аллаха, мы все хотим, чтобы ангелы нас уважали. На самом деле, Всевышний Аллах Адама, сыновей Адама, если они праведные, он перед ангелами хвастается этим, родными людьми. Мой раб пришел получать знания, они мне поминают. В этом маджлисе поминают Аллаха, и ангелы над нами кружатся, нам стефар делают, как в хадисе пришло. За нас их стефар делают, нам милость Аллаха просят. Мы в Аллахе нуждаемся в этих маджлисах, мы нуждаемся, чтобы мы приближались к Аллаху. Если это самое лучшее поклонение просто стефар намаза, то вы должны быть впереди всех, как сахабы, а перестались соревноваться между собой в лучших делах. И хоть один хадис узнаешь, хоть один аят поймешь. Это какие-то вещи переосмыслишь, это огромная польза для тебя. Месяц пройдет четыре урока, год это будет сорок-пятьдесят уроков. Пятьдесят уроков, пятьдесят хадисов, пятьдесят аятов, это уже другой человек. Мы постоянно должны быть в росте. Не в упадке назад, а вперед. Как ты на тренировках, как ты делаешь тренировки, скажи мне? Десять килограмм жим сделал, да, потом двадцать ставишь, потом тридцать ставишь, сорок ставишь. Через два года ты там сто килограмм жим делаешь. Кто-то там и сто пятьдесят делает. У вас тоже одинаковые знания будете получать, но кто-то будет больше поклоняться, больше Аллаху приближаться, больше иману креплять, а кто-то эту шлангу не будет поднимать так. Он может наполовину будет поднимать. Но все равно это лучше, чем ты будешь на одном и том же уровне постоянно. Человек должен расти, интеллектуально расти, духовно расти, физически за здоровьем следить. Аллах так хочет. Чистоту от нас Аллах хочет. За здоровьем, что мы следили, хочет. За языком следили, что хочет. За сердцем следили, Аллах хочет. Потому что Аллах судит, не наши сердца смотрит, а не наши лица. Кто-то красивее, кто-то некрасивее, кто-то черный, белый. Разницы нет. Сердце у тебя черное, грязное, завистливое, злобное, или доброе, искреннее, хорошее. Вот это очень большое значение имеет. Мы должны работать над своим сердцем. Ибн Укаима, рахмаллах, есть очень много хороших книг, которым именно душевные, сердечные дела он разбирает. Именно вопрос высокомерия, зависти, любви ради Аллаха, не ради Аллаха. Он эти темы очень тщательно разбирает. У вас должно быть в доме коллекции своих книг, хотя бы одну книгу, его фалайд, или маджмуа, который сборник его, Ибн Укаима. Альхамдулля, сегодняшний день, братья Аллах, огромная милость, что на русском языке столько книг стало, 300, 400, 500 книг уже на русском языке стало. Раньше всего там на пальцах читать их было. Какие-то книги друг другу передавали. Их не было 20-30 лет назад. Вы можете себе уже целую библиотеку и сотен книг сделать. Время от времени одну Ибн Укаима читать, что-то тяжелое, одну только что-то сыру читать, одну историю с подвижника читать. И вот так постоянно, чтобы твое сердце, поминание Аллаха и знания, обновлялось иман. Просим Аллаха укрепить наш иман, дать нам полезные знания и использовать на его пути, чтобы у нас, иншалла, когда мы будем умирать, у нас был огромный багаж праведных дел, чтобы люди чувствовали, что они потеряли часть умы, часть джамаата, которой была польза, благо. И чтобы жена реально искренне оплакала тебя, зная, что ты был праведным мужем. И дети тебя любили, отца, как праведного человека, и делали для тебя от души дуа. Они думали, что, аль-хамду-ли, избавились от тебя, быстро твое наследство забрать. Баракаллауфикум. И если у вас есть вопрос, у нас по программе на вопросы тоже есть время, хотя бы я полчаса для вас уделю иншалла. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok